Привет! Как дела? Наконец-то у нас в Питере выпал снег. Не прошло и полгода. А то я уже подумывала, что Петербург становится Англией, что очень хорошо для меня. Для меня же погода в Англии самое основное, ради чего я хочу жить в этой стране. Ну а так, если в Петербурге тоже будет погода без снега и тепло, как было весь декабрь и январь, 3,6 градусов, то почему нет? Единственное, чего нам не хватает, это солнышко. В этом городе солнце бывает раз в 2-3 недели зимой. В последнее время я чувствую себя прямо Гретой Тумберг, которая за очищение окружающей среды, против глобального потепления. Да, возможно, это глобальное потепление, и в связи с этим и в Москве, и в Петербурге очень мало снега выпало в этом году. И как раз вот я стебалась над англичанами, что у них на Рождество не было снега, а у нас на Новый год он не выпал. Вот так вот. Но, слава богу, сейчас он есть, становится светлее именно от снега и чувствуется приход зимы. Ну а в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о том, что англичане делают в момент, когда выпадает снег в Лондоне. Хочу начать с того, что снег в Лондоне, настоящий реальный снег, который покрывал весь город, я видела только дважды за время проживания в этой стране. По-моему, в 2012 году и в 2013. Обычно он выпадает после января, в феврале, в марте, иногда даже в апреле. Но практически сразу же тает, поэтому снег как таковой нельзя назвать снегом в Великобритании. А вот выпадал он дважды и лежал несколько дней. И сегодня я вот хочу вам показать, как это было красиво, как вьюжило на Стратфорде. И что делали лондонцы в то время, когда снег лежал в городе. Первый раз я увидела снег в Лондоне, когда я еще была туристом. В 2009 или 2010 году мы приезжали с мамой к брату в гости. И тогда мне удалось заснять несколько кадров, как люди с зонтиками пробираются сквозь вьюгу, напротив Таврского моста. В Гринвич мы ездили и фотографировались там на фоне Канари-ворф. А первый раз в то время, когда я проживала в Лондоне, снег выпал в 2012 году, я это точно помню, где-то в феврале месяце. И я в тот момент жила рядом с Вимбилдон-парком и пошла прогуляться, посмотреть, что же происходит и как лондонцы встречают выпавший снег. Чем они развлекаются и что делают. Увидела, что некоторые даже выносят санки и лишь бы успеть покататься на санках, родители возят детей на санках. Другие более взрослые ребята лепят снеговиков и даже фотографируются на фоне этих произведений искусств. То есть все, абсолютно все наслаждаются снегом. Единственное, что когда выпадает снег и покрывает так вот 2-3 сантиметра, в городе как бы прекращается жизнь, образно говоря. Автобусы очень-очень редко и долго ходят, потому что у них нет прошипованной резины. И так как на дороге образуется корочка льда, они все скользят, их заносит и в общем транспорт еле ходит. То же самое с метро. Метро подземное находится только в основном в центре города, а уже за город, за вторую, за третью зону они едут по земле, по поверхности. И там уже если насыпал снег, рельсы занесло и все метро стоит. И жители города не могут добраться до работ, до школ, отменяются школы. И многие работодатели позволяют своим работникам оставаться дома и работать из дома. Многие лондонцы стараются подкармливать птиц, которые в замерзших озерах пытаются как-то поплавать и что-то найти. Я также ходила в Эмбилдон-парк, кормила всяких уточек, лебедей, потому что реально им не найти никакой еды. О них надо было заботиться. Так вот, несколько дней стояла такая погода и вода в реке замерзла. Поэтому я подкармливала их хлебом, даже специально ходила в магазин, покупала для них хлеб. Так как я каждое утро бегала в Эмбилдон-парке, я их подкармливала по утрам. И когда вот выпадает снег в Лондоне, это из той серии, как Задоров рассказывал, «О май гад, я не вижу своих ног!» То есть для лондонцев это катастрофа, они не могут никуда поехать, они даже не могут никуда пойти, если очень скользко. У них нету такой даже обуви, в которой они могут куда-то пройти, потому что все скользят. Я как-то один ролик видела, это было не в Лондоне. Англичане пытались забраться на горы, на дороге, которой была корочка льда. Никто из них не забрался, все падали, все съезжали вниз. Прямо аттракцион получается. Я же по привычке, я в детстве бегала по снегу у себя в Тольятти, когда я еще жила в Тольятти, с голыми ногами, то есть закалялась так. И вот один раз, когда я была у брата на Стратфорде, я решила побегать у него во дворе босиком по снегу. О, это был такой кайф! Потом мы пошли с мамой в Лейтенстон, по-моему, что-то по магазинам или куда-то. Или в Лейтенстон, или в Лейтен. И там по дороге сфотографировали кладбище под снегом. Это было очень красиво. А кроме того, у них же уже в феврале, в марте расцветают деревья. И все эти цветы на деревьях были покрыты снегом. Так было красиво, я тоже пофотографировала. К сожалению, в те моменты жизни я меньше снимала видео, больше фотографировала. Но если мне удастся еще когда-нибудь побывать в Лондоне, когда выпадет снег, я вам обязательно это покажу и расскажу. И чтобы вы увидели в деталях, что делают лондонцы в момент, когда выпадает снег. В 2015-2016 году я училась в университете. И в тот момент, когда я делала какие-то свои фильмы, я находилась в университете. И там чаще всего монтировала фильмы, потому что там очень были продвинутые хорошие компьютеры. А у меня такой обычный ноутбук, где не тянула программа Premiere Pro. Я монтирую в Premiere Pro. И вот там я сидела, монтировала свои какие-то фильмы для того, чтобы сдать ассессменты. И мне пишет французское агентство, не Зулу тогда было у меня. Я с ними работала на короткой ноге. Они мне в WhatsApp пишут, срочно у вас там где-то идет снег, сними, если сможешь. Я посмотрела вокруг в университете. Ну, что у меня было из окна видно, то и посмотрела. У меня был виден Сити. И там такая черная туча над Сити нависла, и вроде бы что-то шло. В общем, я ждала-ждала, когда выпадет снег. Что-то у нас покапало. Я сняла прямо из окна из матировочной своей студии и отправила им. И они это продали. Представляете? То есть буквально не выходя из дома, можно снимать и продавать ролики. Ну и так, несколько раз тоже, когда я жила в третьей своей семье, няней работала там тоже. Пошел снег, я поснимала, тоже отправила. В общем, что-то продается, что-то не продается, но снег в Лондоне это то, чего ждут всю зиму лондонцы. А когда дождутся, начинается проблема. О-о-о! Что делать? Куда идти? Как быть? Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok